Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный салат из самой обычной капусты. Здесь у меня 600 граммов капусты, кочерыжку я уже вырезала. И теперь, если у вас капуста сочная, то ее можно нарезать просто вот такими вот квадратиками. Если же капуста не сочная, то лучше нарезать ее привычной нам соломкой, нашинковать, как мы всегда шинкуем капусту на салат. У меня капуста очень сочная, вкусная, поэтому я делаю вот такими вот квадратиками. Важно, конечно, чтобы капуста была сочной и вкусной, тогда и салат получится тоже сочным и вкусным. Поэтому вы можете попробовать ее вот такой вот общий лоточек с капустой стоит в супермаркете, вы подошли так вот хрусь-хрусь, не то, положили на обратное и ушли. Я шучу, так делать не надо. Просто старайтесь выбирать сочную капусту, вы поймете это по верхним листочкам, они будут такими, знаете, водянистыми, вот прям хрустящими, оно будет чувствоваться. Потому что если капуста не сочная, то вот эти верхние листочки, они прям сухие и желтоватые. Перекладываем капусту в миску, и можно ее немножко пожамкать, чтобы она пустила сок и была не такой жестковатой. Но в принципе это не обязательно, потому что в любом случае под действием соли она в итоге пустит свой сок. И так она еще хорошо разделяется. Вот такая красота. Одну морковку натереть на терке для корейской морковки. Пока ничего необычного, просто капуста с морковкой. Но дальше мы берем одну среднюю луковицу и нарезаем ее тонкими четвертинками. На сковородку наливаем 4 столовые ложки растительного масла. И хорошо их прогреваем. На растительном масле обжариваем лук до прозрачности. Сейчас масло напитается ароматами лука и сделает салат еще вкуснее. Берем одну чайную ложку кориандра и измельчаем его в ступке. Можно сюда еще добавить сразу соль. Соль будет выступать в качестве абразива и кориандр будет лучше измельчаться, быстрее. Уже аромат стоит. Мелко нарубим 2 зубчика или один большой, как у меня, чеснока. В миску перекладываем чеснок. Если вы любите чесночное, то можно добавить и побольше чесночка. Не испортим этим. Сюда же сверху на чеснок отправляем кориандр. Также добавляем обязательно красный острый перец по вкусу. Я добавлю вот так вот половину чайной ложечки. И заливаем кипящим маслом с луком. Кипящее масло раскроет лучше аромат специй и салат получится более ароматным. Горячее масло раскроет аромат специй и таким образом салат получится еще более ароматным. Теперь солим. На это количество продуктов я добавляю половину чайной ложки соли. Столовую ложку сахара с небольшой горкой совсем. И 2 столовые ложки 6% яблочного уксуса. Перемешиваем. И теперь нужно, чтобы салат обязательно настоялся. Лучше всего, чтобы он провел в холодильнике хотя бы 8 часов. Но если уж совсем не втерпешь, то поставьте в холодильник хотя бы на полчасика, чтобы салат охладился и хоть чуть-чуть промариновался. Посмотрите, какая вкуснятина. Буквально полчаса салат уже полностью охладился. Он пустил сок. Посмотрите. Я вам говорю, это очень вкусно. Я уже готовила, и у нас он расходится очень быстро. К любому гарниру, к мясу всегда есть вкусный салатик. Еще раз покажу вам, какой он сочный. И поверьте мне, очень-очень вкусный. Я надеюсь, что вы приготовите. Я не могу удержаться, это очень вкусно пахнет. И я обязательно попробую, как всегда. Ну вот очень-очень-очень вкусно. Меру сахара, соли, чесночка, кориандра. Попробуйте, вы не пожалеете. Этот салат вы будете готовить снова и снова. Я же с вами прощаюсь. Всем пока. До новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok